С 21 по 22 мая в городе Монтрё, Швейцария, состоялась конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Критерии безопасной толерантности режимов ядерного нераспространения. Ведущие мировые эксперты по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия, члены Люксембургского форума и международных организаций обсудили наиболее актуальные современные проблемы в сфере международной безопасности. Конференция проводилась совместно с Женевским центром политики безопасности. Важной отличительной особенностью конференции стало то, что ее тематика ознаменовала собой новый этап исследовательской работы, направленный на выявление условий и признаков приближения ядерных технологий государств к так называемой красной черте, за которой с высокой степенью уверенности можно утверждать о намерении создать ядерное оружие. После окончания первого заседания состоялась пресс-конференция. Вопрос к господину Кантору и, если можно, господину Сардееву. Часто сейчас в последнее время употребляется выражение красных черт, применительно к той теме, которая сейчас обсуждается. На ваш взгляд, где именно должна пролегать эта красная черта и как конкретно мировое сообщество или отдельная страна должна реагировать, если эта черта передина кем-то? Вы знаете, мы уделяем на Алексеюбургском форуме, вот я уже сказал, что это уже 16-е заседание Алексеюбургского форума на протяжении последних шести лет, мы очень много уделяем вниманием различным экспертам оценкам. И как бы все время разговор идет о том, какие параметры характеризует реальный переход от мирных технологий к оружейных технологий. Это процесс бесконечный, очень глубокий, очень серьезный, требует очень высокой квалификации и огромного количества предварительных технических знаний. Тем не менее, мы говорим о том, что понятие красной черты это не техническое понятие, это должно быть легальным понятием. То есть, наша задача сейчас, Алексеюбургского форума, сделать такую транзакцию от технического анализа, экспертного анализа в сторону, я бы даже сказал, воспользуюсь таким понятием, как разумное упрощение понятий, чтобы перейти в легальную плоскость. Если мы этого не сделаем, никогда не будет единого мнения мирового сообщества, потому что называть красными линиями. Но при этом мы видим, как на практике организовать процесс. Вот важнейшую роль в этом может сыграть Люксембургский форум. Потому что на самом деле, процесс подхода к формированию позиции, что есть красная линия, должен осуществляться одновременно в некоторых слоях современного общества. Какой это первый слой? Конечно же, это академическое сообщество. Второй слой, я называю их последовательно, но не потому, что они там важнее другого, они просто существуют параллельно. Это экспертное сообщество. Третий слой, это широкое гражданское общество. Четвертый слой, это так называемые наднациональные структуры. И только после того, как наднациональные структуры, такие как Евросоюз, допустим, например, или какие-то другие организации договорные, как НАТО и так далее, и так далее, когда они придут к общему мнению, после этого этот так называемый общественный продукт под названием внятное понимание, что такое красные линии, должны передаваться, этот продукт должен передаваться уже в национальные парламенты и формировать так называемую законодательную базу, обязательную для применения. После этого уже будет легче и уполномоченным структурам, таким как МАГАТЭ, работать с большими мускулами, с большей эффективностью над этими проблемами. Мы уже говорили, мы опаздываем, но нет альтернативы этого движения. Если мы, наконец-таки, не переведем все эти важнейшие технические анализы в легальный синтез, мы рискуем никогда не быть продуктивными. Вот о чем идет речь. Предусматриваются ли какие-то меры при наличии, при установке этих разных чек? Дело в том, что и Северная Корея, и Иран, понятно, они уже не находятся. И это отсутствие реальных мер подталкивает новых интересантов к возможности пойти тем же путем, называют возможным турцией, называли Египет до экономического кризиса в Египте и так далее. Так вот, предполагается ли выработка реальных мер, которые могут реально остановить продвижение красной черте и переход за нее? Сегодня нормативная база и МАГАТЭ, и Совета безопасности, она недоразвита. Легальная база отстает. Безусловно, мы будем формулировать, когда применять санкции, в какой степени санкции применять, частичные, полные и так далее. Единственное, что мы будем, наверное, делать, мы будем рекомендовать воздерживаться всегда максимально от применения военной силы. При разрешении конфликта. Но, опять же, до определенного предела. В рамках устава Организации Организации Организации. Александр Вальпин, Первое радио Израиль. Господину Кантеру вопросы, господину Таннеру одновременно. Вы сказали, что силовые методы решения проблемы недопустимы. Вместе с тем, для тех стран, назовем их изгоями, сегодня много говорилось о странах изгоев, допустимо ли применение военной силы в тех случаях, когда они переступают пределы вот этой самой ядерной толерантности? Я не сказал недопустимы. Я сказал воздерживаться максимально. Но в рамках 42-й статьи устава ООН допускается применение силы. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, в рамках легальном поле все, что положено, может быть исполнено. Господин Сагдеев, верите ли Вы в то, что сегодняшний Иран не переступит ту самую красную черту, о которой сегодня так много говорилось на конференции? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что здесь все-таки какая-то аналогия между поведением международного сообщества и вот того самого неудачливого мужа существует. Ну, я думаю, что сегодня, может быть, даже Израиль не будет настаивать на том, что это ровно год. Здесь есть определенный, так сказать, уже такой запас. Это может быть там же и два, может быть, три года, может быть, до пяти лет. Сегодня Вы приводили аналогии, исторические аналогии. Вспоминали Карибский кризис, вспоминали историю, связанную с переговорами между командой Рейгана и командой Горбачева. А насколько это сегодня допустимо в условиях, когда есть страны-изгои? Ну, я тогда же и сказал, что вот эти стандарты, которые тогда установили, сколько времени нужно на создание нового стратегического вида вооружений, вот страны-изгои, они могут их нарушать, потому что их не будет смущать гораздо более высокая степень риска. И по поводу ранжирования стран по степени ядерной безопасности, кто в этом рейтинге занял бы, по Вашей версии, первое место, кто последнее, и какое место Вы отводите в нем Израилю? Ну, я все-таки Израиль поставил совершенно отдельно, потому что, хотя Израиль официально не признан членом ядерного клуба со всеми условиями, но это все понимают. Такова была историческая реальность, как Израиль стал фактически ядерной державой. И сегодня мы говорим о странах, которые хотят получить доступ к ядерному оружию, и странах, которые могут быть связаны с потенциальной опасностью катастрофического терроризма и другое. Это другие страны, безусловно, в эту сторону может двигаться Иран. Я думаю, что здесь существует большая амплитуда разных мнений в международном сообществе. И для того, чтобы достичь какого-то единого подхода, я думаю, что не случайно президент Обама направил это знаменитое письмо Путину, с тем, чтобы сделать какой-то следующий шаг. Вот следующий шаг в глобальном ядерном разоружении, который бы мог быть принят ведущими странами ядерного клуба, он бы дал понять более широкому международному сообществу, что раз мы это делаем, то мы будем требовать сполна из потенциальных нарушителей. Вы знаете, вот мы сегодня как раз не говорили на эту тему, мы говорили только о том, как определить набор признаков, что действительно происходит движение. А вот аналитический вот такой сценарий, исследовательский сценарий того, где гарантии, что такой обезоруживающий удар будет действительно решающим, а не приведет к контрпродуктивному развитию. Это тоже очень сложный, может быть, еще более сложный вопрос. Я думаю, что это вопрос, который должны уже обсуждать и решать военные стратегии, военные аналитики.